Все мы видели лаву. Кому повезло больше, смог наблюдать за этим невероятным зрелищем вживую. Но большинство из нас видели её на видео. В любом случае, это красивое, зрелищное и в то же время очень опасное природное явление. И я уверен, что никто бы не хотел к лаве сильно приближаться, не говоря уже, чтобы вообще упасть в неё. Но всё же, что будет с человеком, если он упадёт в лаву? Звучит, конечно, страшно, но давайте подробнее разберёмся в этом вопросе. К сожалению, и в наши дни вулканы могут быть опасны для людей. Так, в 2007 году носильщик из племени Масаи упал в действующий вулкан. Он остался жив, но получил серьёзные ожоги. Мужчине повезло, в том вулкане была натрокарбонатная лава, богатая карбонатом натрия и калия. Это уникальная комбинация, которая заставляет лаву очень быстро остывать при контакте с воздухом. Температура такой лавы составляет 510 градусов Цельсия, в два раза меньше, чем у обычной. Плюс мужчина упал только рядом с лавой, не прямо на неё, поэтому ему удалось выжить. Так что же будет, если упасть в саму лаву? Вероятно, ещё в момент падения человек задохнётся от ядовитых газов, исходящих от вулкана. Даже если это не случится, во время крика он вдохнёт настолько горячий воздух, что лёгкие почти сразу же сгорят. Кроме того, ядовитые газы по сосудам быстро попадут во все органы. Таким образом, смерть настанет ещё до соприкосновения с лавой. Что потом? Так называемая лучистая теплота способна очень сильно нагревать воздух и вокруг его жерла. Поэтому упавшее в него тело уже через несколько секунд полёта превратится в пылающую комету. Но худшее всё равно впереди. Дело в том, что лава в 2-3 раза плотнее и в тысячи или даже миллионы раз гуще воды. Таким образом, человеческое тело не утонет, а будет плавать на её поверхности. Соприкоснувшись непосредственно с лавой, тело мгновенно воспламенится и полностью сгорит в течение нескольких секунд. Если вы упадёте в раскалённую лаву, во-первых, у вас будет перекрыт доступ кислорода. И вы умрёте как минимум от асфиксии, максимум минуты через полторы. К тому же, кислород в вас в скором времени начнёт тратиться на поддержание горения в местах, куда лава не добралась. Во-вторых, учитывая температуру лавы, у вас быстро сгорят поверхностные ткани вместе с нервными окончаниями. И к тому же, наступит болевой шок, и боли вы уже не будете чувствовать, а в скором времени умрёте от того, что сварились, или просто от величины шока. В любом случае, нечеловеческая боль стихнет относительно скоро. Что же останется от такого бедняжки, по несчастливой случайности, решившего искупаться в лавовом озере? Так это зола. По этой таблице можно примерно оценить, при какой температуре, кто, вероятно, сгорает почти без следа. Почти потому, что кости при температуре ниже 800-1100 градусов по Цельсию могут не сгореть, а при большей покрыться несгораемой плёнкой фосфорно-кислой извести. Также существует вероятность, что если падать невысоко, а на лаве имеется застывшая корка, вы приземлитесь на неё, и она будет разбита. Вы прилипнете к ней, как липкой горячей смоле, и вы в скором времени умрёте от болевого шока. Но мучаться и чувствовать боль от постепенного усиления тяжести ожогов, некроза и обугливания тканей, вы будете значительно дольше, чем в случае, описанном ранее. Значит, так как смерти не миновать, если на вас не термокостюм, лучше просто побрыгаться и пробить корку. Тогда рыжие щупальца лавы покроют вас, постепенно развернётся весь кратер, разрушив корку, и поглотит вас без следа гораздо быстрее. Что же касается случая, когда вы в термокостюме, в нём будет лучше аккуратно подняться, если он не прилип, и медленно проползти по корке к отходному пути. Или не шевелиться и дождаться спасения. Корка может выдержать вес человека, если не делать резких движений. Если вы всё же решили прогуляться рядом с лавой, носите защитный костюм и имейте при себе верных товарищей. А вот пара историй про людей, которые реально прыгали в вулкан. Грегори Майкл Юр Лео Адонис, урождённый Грегори Майкл Юр, был 38-летним калифорнийцем, которого постигла плохая трагическая судьба. Он погиб в жерле вулкана в 17-м году. Мужчина любил Гавайи и решил подняться на вершину вулкана, откуда и упал внутрь. Но он оставил свой рюкзак, который позже был найден туристами на краю кратера. В рюкзаке туристы обнаружили то, что их поразило предсмертную записку. Лео Адонис решил покончить с собой, прыгнув в вулкан. Было проведено расследование, которое пришло к выводу, что мужчина действительно совершил самоубийство, прыгнув в вулкан. Он принял смерть, приземлившись на выступ кратера, а не упав, собственно, в лаву. Киёка Мацамута Гора Михара – это вулкан на небольшом острове Идзуосима в Японии. И он имеет чрезвычайно необычную предысторию. Вулкан широко использовался для самоубийств в начале 20-го века. Наряду с лесом самоубийц он был местом, где тысячи людей покончили с собой. В течение большей части 20-х и 30-х годов казалось, что лихорадка самоубийств становится все более распространенной. В течение этих двух десятилетий почти каждый день кто-нибудь прыгал в вулкан. 20 февраля 33-го года это же сделала и молодая Киёка Мацамута. Бедная девушка влюбилась в другую девушку по имени Масако Томито, с которой училась в одной школе. В то время однополые отношения в японском обществе не приветствовались, и Киёка решила, что просто не сможет жить без любви всей своей жизни. Поскольку они не могли встречаться друг с другом, они вместе поднялись на гору, а затем Киёка прыгнула в вулкан, чтобы сгореть заживо в лаве. Субтитры создавал DimaTorzok